всем привет это мы аукцион rcl info и наша научно-познавательная передача с названием аукцион номер 167 аукцион rcl info 167 пройдет с 19 по 22 апреля замечательные картины замечательные художники есть что показать есть что рассмотреть даже некоторые детективные истории но прежде чем начать обзор лотов давайте немножко откликнемся на одно письмо нам пришло письмо нам пишут как говорили да в каких-то старых советских передачах нам пришло письмо который владелец картины хочешь поставить нам ее на аукцион и обозначает хорошая картина хорошие художник хорошие и обозначают цену который с нашей точки зрения ровно в два раза выше но относительно даже относительно не просто разумно рыночных да а уж так сказать разумно рыночность запасом так вот еще в два раза выше и мотивирует это тем что последнее время наблюдается некоторое оживление на арт-рынке вот эта фраза нам очень понравилось некоторые жили но сейчас знаете как говорить что-то противовес нет наоборот кризис наоборот все плохо мы не будем безусловно потому что не то не правда не это не правда рынок живет как и нормальной своей жизнью в первую и главную очередь на него влияет наличие хороших а лучше ударных топовых картин вот если они есть в продаже появляются а сейчас такое время когда они появляются есть покупатели есть торги есть аукционы есть галереи и частные сделки все что хотите первое здесь главное это наличие хороших картин почему топовых и вот то что я так на этом остановился но потому что покупатель сейчас очень разборчивый и те кто сейчас продолжает находиться ну хоть в каком-то оптимизме а некоторые в пессимизме вот некоторые здесь находится в оптимизме и пользуются моментом они хотят им воспользоваться по-настоящему и ними тут широким неводом все подряд да а очень точечно выборочно за реально редкие ударные работы вот как такая появляется да и торг и цены и все хорошо средний уровень посложнее пониже уровень а мы его оцениваем минут меньше двухсот тысяч рублей это совсем тяжеловато совсем тяжеловато поэтому здесь никакого оживления такого уж особенного а с чем вот тут интересно бы задать встречный вопрос но нельзя нельзя тогда вот все ровно или как советское время любили говорить а мы невзирая на погодные условия собрали рекордный урожай что значит невзирая на погодные условия но все у тебя засуха или как какой здесь рекордный урожай или наоборот наводнение какой здесь невзирая на погоду но вот эта глупость кочевала из новостной передачи в новостной все советское время сколько я себя помню невзирая на погодные условия даже сейчас да невзирая на то что у нас за окном наблюдается некоторый ажиотаж на арт рынке чего вдруг ну посмотрите за окно там между прочим я бы обратил внимание на курс доллара и рубля и в какую сторону это все движется и насколько это прекрасно в нашем конечно радуемся безусловно мы радуемся как только у нас рубль показывает как от ее назвать то отрицательный рост мы этому очень радуемся очень радуемся ну потому что как-то вот радость этого и чушь взял и ждем нормально не ставим перед собой какие-то супер критические задачи типа собрать в три дня великолепную коллекцию или что-то в этом духе нет это не наш с вами случай наш сами случае это спокойненько подлавливаем великолепной работы как например хритонов который стоит перед вами о нем сейчас поговорим вот где будет детектив и пользуемся этим моментом все давайте раз я такую затравку вам кинул не будем мешкать переходим к обзору вот ну и вот о чем мы говорим перед нами александр харитонов работа называется крепость 1960 но крепость и не крепость сразу ну давайте по порядку детективная история детективно давайте раскроем этот жанр называется по полной и так появляется у нас работа александр харитонов но по технике вроде да и хотя немножко немножко отличается да но у ранних ритонов такой собственный должен как бы и быть это первое второе не совсем характерный сюжет а где же ангелы а где же какой-то религиозный мотив подтекст чего мы все привыкли любим и ждем от харитона ничего этого здесь нет и такое немножко но как-то не совсем уж прям православная церковь если это церковь вокруг которой люди ну вот какой-то сюжет начинаем разбираться начинаем разбираться через некоторое время картине добавляется экспертиза что безусловно облегчает нам задачу по атрибуции и тогда наш любимый и уважаемый эксперт олег валерий силаев и работа здесь называется водообзводная башня и не просто водообзводная башня смотрите что написал нам валерий небольшая работа коломенская водообзводная башня во многом уникальная работа харитонова ее сюжет построен на натурных впечатлениях во время одной из прогулок по любимому месту многих московских художников коломенским оврагом то есть это так и есть мы проверили существует водообзводная башня кстати и в некоторых случаях она называется соколиной башни построена была и шестьсот семидесятом году но на это не будем отвлекаться погуглить там тоже своя интересная история из первой появился экспертиза отлично и мы связываемся с валерий мы говорим вот работа вот бы вот экспертиза если какие-то подробности и они есть валерий силаев нам говорит что работа опубликована в каталоге он поищет в каком и это начинаются два параллельных следствия валерий силаев по нашей просьбе мы горим будет хорошо в описании привести что работа опубликована хорошо говорит я поищу и ищет мы со своей стороны точно такие же поиски начинаем и вот мы находим первую а это конечно не простая задача друзья мои найти приобрести да еще чтобы все вовремя было вот к нашему с вами случаю это это работа но мы этим любим заниматься это вот прям а с хлебом не корми дай поискать какие-нибудь книжечки и в них покопаться посравнивать и так далее вот пожалуйста александр харитонов замечательная книга большое спасибо друзьям которые помогли нам ее найти воскресенье двенадцатого года каталог выставки и мы его весь пролистываем 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 этой работы здесь нет хорошо продолжаем поиски первым все таки докапывается до нужной нам информации эксперт валерий силаев и иначе и быть не могло и он нам пишет что эта работа опубликована в монографии александр васильев васильевич каретона в золотое безграничное пространство страница 44 составителем который является вдова художника татьяна скалом если она видит наши ролики ей большой привет я не устаю помнить не устаю помнить странные фразы но вот я помню что мы в да и да в те самые лихие далекие 90 имел случай быть странным образом знаком с ним она преподавала у нас английский язык я бестолочь не так его и не выучил никогда и до сих пор и уж наверное не выучу но ее я запомнил и мы даже приятель 100 лет дружили не могу сказать но вот были в хороших товарищеских приятных отношений хотя я был двоечник неуч и все такое тем не менее я понятия не имел ни в уровне масштабе с кем меня свела судьба и что это к таким вот витиеватым образом бельнет вернется я буду пользоваться в своей исследовательской деятельности мы не я владимир богданов большой вам привет и вы будем пользоваться ее книгой и так мы начали поиски уже этой книги тоже непростая история где ее не просто найти или попросить там кого-нибудь у кого она есть отфотографировать а желательно полистать самим собственным и мы это получилось сделать вот она вот это замечательное золотое безграничное пространство открываем страницу 44 и тут есть именно то что нам надо так что друзья мои круг замкнулся мы имеем перед с вами мы имеем с вами очень приличного размера очень качественную интересную вещь с историческим уклоном соколиную водовзводную башню в коломенском да еще и опубликованную да еще и с правильным подтверждением правильного эксперта все просто законченный идеальный пакет то что требуется и для коллекционеров и для инвесторов но инвестор в меньшей степени вот этот вот упоминаемый мне много упомянутый якобы некоторый ажиотаж никакой не ажиотаж а реальная такая охота появилась работа правильного нужного высочайшего качества борьба нормальные цены все хорошо средний уровень увы тяжеловато но такие времена никуда не деться а в нашем с вами случае нельзя пропустить нельзя пропустить давать кому-то повезет переходим в следующем театральная пауза владимир яковлев да мы привыкли с вами цветам есть конечно потрясающе красивый а перед нами яблоки уже нюанс на который надо обратить внимание и так владимир яковлев яблоки следующий нюанс на который надо обратить внимание техника арголит масло мы с вами знаем по крайней мере любители время якуля для тех кто не знает сейчас скажем в большинстве подавляющим большинстве случаев это гуашь и когда мы говорим что ну это классика для яковлева вот именно гуашь гуашь но никогда ни разу до этого по крайней мере я не помню что мы это освещали этот момент мы не поднимали вопрос а почему собственно а почему гуашь гуашь не такая простая краска между прочим ничем не слой не не проще можно было бы сказать что ну вот у него были специфические особенности или какая-то любовь особая к этой краске и т.д. и т.п. теоретически да но в реальности не совсем так а вот как слушайте художник работал дома в непростых бытовых условиях семья была против запаха масляных красок и растворитель вот так вот поэтому 95 процентов работ яковлева это гуаши или карандашные рисунки масло же в его творчестве появлялась по особым случаям например когда он работал в мастерских у друзей или квартирах неравнодушных людей которые опекали его сложные периоды поэтому живописных работ вот крайне крайне мало что конечно же жаль потому что ну все таки вот вот эти особые случаи когда готовились до какая-то специфическая неравнодушная атмосфера влияла в том числе и на качество таким образом работ конечно же есть еще один нюанс смотрите уже третье мы перечисляем да если не 4 валерий силаев отмечает что натюрморт с яблоками написан в тот период когда яковлеву сделали операцию в центре федорова с этим возможно связано более контрастность и резкость изображенных предметов то есть еще и этот момент присутствует но и он не окончательной работа опубликована важнейший момент вот давайте всегда на него обращаем внимание и вам советуем и так шедевры владимира яковлева такой замечательный каталог выставки галереи кино был 90-х годов вот и мы этот каталогик подарим счастливому обладателю которым мы шлем лучи поддержки все перечислили показать том числе экспертизу на основе которой все это делалось и так давайте кому-то повезет от души великолепная работа великолепно давайте удачи переходим следующим в этот раз мы покажем сразу две работы вашему вниманию перед нашими голубыми экранами обе они здесь естественно зверева одна из них японка а вторая лебедь ну меня спросит а почему две они как-то по порядку ну так что называется чтобы два раза не вставать тем не менее шутки шутками но потому что вам надо сравнить вот одна вот вторая в одном кадре сразу все ясно собственно для этого видео есть чтобы показать а пропорции размер в принципе как смотрится что называется по живому собственно видео для этого да вот такой максимально близко к живому варианту вот и здесь причем хотел сказать сравните сран по большому счету нечего здесь придется приобрести обе потому что но разные но разные выбор какой первое это лебедь да и перед нами к графика бумага акварель размер 80 на 56 все прекрасно 63 год и как обычно таких случаях мы говорим зверев любил бывать в зоопарке как рассказы когда какой-то наша совсем прям юне юность даже не юность а детства советского времени вот это рассказы про девушку ленина долине любил детей или еще что так а вот и здесь тоже зверев любил гулять в зоопарке добывать звучит смешно но это факт и свойственно ему виртуозностью схватывал вот эти движения животных да и передавал их вот собственно прям как вот вот она сошла что называется с глади пруда замечательная работа дальше вместе с ней но ни на какой не на выбор вот она женский портрет названием японка 73 год бумага темпер масло процарапывания здесь вот все тоже как мы любим но кто в принципе уже имеет несколько женских портретов а вы конечно знаем за этот год безусловно несколько но потрясающе удачных приобретений портреты роста были невероятной красоты перед нами понк почему спросят меня мы так считаем но во первых ну вот но вот считаем видим что называется ими собственными глазами и так дома скорее всего это патрит что-то связанные с какой-нибудь дипломатии где-то какой-то прием и наверное специфическим образом зверю столкнулся с вот этими людьми как есть так и сделал тут уж чего принципе и то и другое по хорошим ценам выбора здесь нет приобрести либо у кого нету зоопарка темы животных ну даст очень птиц хорошо либо у кого-то не хватает определенного портрета нашему с вами внимание так что одно удовольствие это и другое давайте переходим к следующему и перед нами объект грасицкого сразу я не стал тянуть кота за хвост конечно грасицкий знатоки и любители безусловно узнали без меня более того они скорее всего узнали сразу что это я кстати когда в первый раз увидел такого но подобного плана объект не сразу сообразил что что хотя у грасицкого кстати всегда очень точно объемно и натуралистично при всем при том что к фотореализму это не имеет никакого отношения а вот здесь немножко мешкаешь дальше называется немножко так сомневаюсь что что видишь я по первости увидел что то ли дерево то ли не пойми что казалось нет целая серия таких произведений и все это мне так грубо кто-то скажет лопата это же будет не совсем прав то что в исполнении грасицкого это всегда было портрет лопаты почувствовали разницу именно так портрет лопаты почему портрет потому что по его философии речь идет не об инструменте а ободушевленном предмете покрытом шрамами и трудовыми морщинами о поэзия поэт вещей чистом медицинском что называется в случае химически чисто круто и очень красиво и очень мощно и по очень привлекательной цене что здесь все хорошо побороться приобрести замечательный вот давайте кому-то повезет переходим к следующей смотрите какой необычный предмет перед нами хотя художница конечно не просто известная фантастически известна самому широкому кругу коллекционеров любителей живописи одно время мы считали ее чуть ли не самой ликвидной популярной художницы там стопроцентно почти стопроцентная да вот выставляешь на аукцион продано выставляешь продано другое дело что цены способствовали именно такому с одной стороны популярность народная другой стороны цена причем она всегда в принципе за 10 лет последних практически не менялась за редким исключением на редкие уникальные произведения вот как раз наш случай что мы имеем мы имеем даму с собачкой на дне а вот на дне чего на дне разбитого корыта вот в прямом не в переносном а в прямом смысле на дне разбитого корыта это корыто мало того треснуто поэтому только в силу своей уникальности а не только изображение поставим на место стоит побороться приобрести очень интересная штука кафе есть куда приспособить конечно конечно любителям конышевой коих много еще раз вернемся ну конечно побороться безусловно надо конышева в ранние свои годы стиль напоминал кожевский суровый сильно отличался от него и тем не менее потом она перешла в режим вот такой сказочно репортажный да с элементами абсурда и бог знает еще чего и казалось бы что это может быть интересно какому-то узкому кругу ну как и всегда каких-то коллекционеров да любишь которые любят какие-то странные предметы направления темы а вот тем не менее каким-то непонятным очень странным ведь и мат тем не менее же статус народной художницы приобретают много и многие и во многих коллекциях и не только шутки ради для подарков а для себя поэтому прекрасный лот нашему с вами вниманию давайте друзья мы побороться приобрести комод повезет и перед нами ростислав лебедев концептуальная очень остро актуальная работа хотя создана она в 1991 тоже мягко говоря годик непростой для нашей страны и сейчас времена тоже непростой ну уж как есть да какие куда ни ткни пальцем да в какое историческое пространство наш с вами стороны и родина и все время попадешь какое-нибудь непростое время ну что дел итак смотрите перед нами триптих да скажет мне работа то одна такой вот страны триптих перед нами друзья мои и перед нами конечно горбачёв очень неоднозначно воспринимаемая фигура я кстати отношусь очень положительно а я прекрасно понимаю и знаю тех людей например но один из моих родственников ближайших это просто категорически враг номер один горбачёв а в мире это горби это перестройка это перемены к лучшему для многих оказалось тогда к худшему и для многих казалось что горбачёв ну такой мягкий мягкотелый да такой не руководитель который пожёстче покрепче да там и по сталина на вас нет а когда рухля который и развалил советский союз на самом деле конечно моей точки зрения не будем ее никому навязывать не развалил а не смог реформировать не смог реформировать то что реформировать было нельзя еще раз такая была социализм с человеческим лицом попытался сделать а до этого получается был социализм с не очень человеческим лицом сейчас принимаются были ные времена когда все было очень хорошо газировка стоила по 3 копейки ну и тогда девушки были красивее погода была лучше все было хорошо и вдруг горбачёв тем не менее и с ним проходить происходила трансформация еще раз повторю не зря произнес 91 год 91 год развал распад советского союза причем он начался раньше и как воспринимался горбачёв первое конечно после брежневщина до такого макро застоя друг молодой энергичный который не боится выходить к людям к народу разговаривать очень часто без бумажки характерным южным акцентом и тем не менее и это было воспринято как все ветер перемен вот он но дальше пошло не очень хорошо что называется и это вот он где триптик то спрятан следующая трансформация горбачёва это уже какой-то налет попытки что-то такое удержать уже начавшиеся трескаться и разваливаться и третья трансформация горбачёва в исполнении ростислава лебедева это уже такой стиль милитари да к сожалению и были попытки удержать советский союз том числе какими-то силовыми способами первые прибалтийские республики дальше почитайте погуглите как разваливался советский союз найдете сами попытки удержать не увенчались успеха шоков в той сказке их пример другим наука да или наш пример другим наука вот не повторять бы вот эти вот бессмысленные попытки решать вопросы силовым способом не повторять бы но история такая штука все время идет то ли по кругу то ли по спирали хотелось бы чтоб по спирали а получается уж как всегда ладно тем не менее ростислав лебедев триптих горбачёв одиозно культовая фигура нашему с вами внимание очень интересная вещь давайте кому-то повезет переходим к следующему и переходим в рубрику современное искусство и перед нами и перед нами георгий гурьянов римский барельеф двухтысячных еще один не частый гость аукционов ну давайте освежим что называется что за автор этой работы что за человек большинство его знала и продолжают знать как барабанщика группы кино групп кино меня сейчас просит а что за группа кино да увы времена проходит тем не менее группа кино одна из немногих кто удержался ну что называется в топах да и песни группы кино до сих пор но если не сказать остро актуальной то то точно уж просто актуальный так один из состава участников этой группы георгий гурьянов знаменитый густав гурьянов яркая фигура питерской неформальной культуры но кроме группы кино он участник поп-механики и соведущий на пиратском телевидении и трудно было в те восьмидесятые года это даже 90 это девять это восьмидесятые представить себе что вот сейчас мы будем знать его и помнить не как участника группы кино с чего я начал а как с одного из самых дорогих дорогих художников конкретно эта работа пришла к нам с отбисом 2015 году на русских торгах уже сейчас мы скажут вам какие были на и времена русские торги с отбиса и где они ну вот так изменяются наши с вами времена картиночка зато здесь это любимый его анти античный мир очень сложная техника близко и грязали очень сложно очень мощная и прямо до конца напористая хорошая так что друзья мои гурьянов цена мне скажут один из самых дорогих какая же цена да тем более еще и с отбис сильно 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 привлекательно вот тот случай когда абсолютно с чистой совестью говорю воспользоваться тем кому было до сих пор вообще никакого интереса до гурьянова просто приобрести чтобы было точно скажите спасибо через какое-то время но на этом мы заканчиваем как обычно каждую неделю несмотря ни на что 21 лот нашему с вами вниманию по ссылочке внизу поизучать почитать поучаствовать поторговаться пополнить коллекции куда же деваться от таких работ и все у нас с будет хорошо до новых встреч всего доброго